Ариару, мои маленькие любители покушать у микрофона как всегда, ваш покорный слуга Мамору, и мы продолжаем выживать на этой безлюдной и холодной планете. Как я в принципе и говорил, за кадром я немножечко поиграю, поработаю, и в принципе результаты меня вполне устраивают, и мы вместе с вами можем продолжить исследование этих глобальных модификаций и пытаться выжить в этой чуждой планете. За кадром я успешно уже скрафтил себе одно ведро, пока что одно, но я думаю будет больше, и уже в окрусибле у нас добылось достаточное количество воды. Сейчас же первым делом я хочу себе сделать бесконечный источник этой самой воды, для того чтобы в ней абсолютно не нуждаться в ближайшее время. Для этого из подручных материалов я делаю себе здесь вот такой вот импровизированный загончик, сейчас наливаем сюда ведерком из глины всю воду, которую мы здесь добыли, и создаем наш первый бесконечный источник. Пожалуй, о, окрусибла я сразу же поближе к нему перенесу, ведь все необходимые магические превращения будут происходить именно в нем. Сюда вот я залью воду, которую взял уже из бесконечного источника, и теперь мне нужно воспользоваться немножечко пылью, которая у нас здесь имеется, и я хочу ее сюда вот вам засунуть и забрать отсюда клей еще, потому что нам еще клей понадобится. И скрафчу я себе одно вот это вот глиняное ведерко, и тоже его сразу же пережарим. И теперь мне необходимо воспользоваться небольшим количеством косточек, которые есть у меня здесь на базе где-то. К примеру, у меня здесь есть одна косточка, что, несомненно, хорошо, но нужно большее количество. Благо, у нас есть способ добывать косточки не только из скелетонов, которые у нас там где-то ходят и бродят. Мы можем добывать косточки еще одним интересным методом. Для этого, как ни странно, мне снова понадобится добыть даст. Ну а из прошлой серии мы уже помним и знаем, как это добывается у нас. Внимание! Основные запасы кислорода иссякли. Перехожу на резервное питание. Переход выполнен успешно. Включен аварийный протокол сбережения кислорода. Уровень резервного запаса 100%. Будем надеяться, что все обойдется. Главное, что мы выяснили, что для нас сейчас приоритетно будет в очень скором времени начинать производить кислород. Что ж, найденную глину я начинаю здесь вот просеивать и получаю я здесь необходимый нам bone meal, с помощью которого я уже продолжу дальнейшее развитие. Получается, для полного счастья нам необходимо его 7 штучек. И 7 штучек у меня уже по идее есть. Вот 7 штучек, замечательно. Уже пишет, кстати, нам, посмотрите, requirements, то есть требования к использованию bone meal. Я не смогу его просто использовать, потому что мне нужно прокачивать. Прокачка здесь очень интересно реализована, но до этого нам еще как от Пекина до Китая. Что ж, у меня есть 7 клея, у меня есть 7 bone meal. Мы их скрещиваем здесь и получаем порселиан клей. То есть буквально мы bone meal вминаем в клей и получаем вот эту вот смешанную субстанцию. Из смешанной укрепленной субстанции я выклеиваю специальный crucible, то есть котел, который сразу же отправляю в furnace, то есть в печку, на пережарочку. Пока он пережаривается, у меня есть время и возможность воспользоваться нашим крюком для того, чтобы добыть всю необходимую нам древесинку. Пора бы уже на самом деле, пора, поскорее и в скором времени переходить от деревянных инструментов. Но как это нам сделать, если в скором времени мы вообще можем подохнуть? Crucible мы замечательным образом пережарили и у нас есть здесь вот супер хейтинг элемент, благодаря которому у нас в принципе вся база и нагревается. Мы можем наш crucible разместить на него и по идее он должен нагреваться со скоростью 20х. И теперь я в нем хочу растопить немножечко каблстоун и получить из него жидкую лаву. Но пока топится у нас лава, я добыл немножечко песочка и сейчас его пережариваю для дальнейшего продвижения в этой сборочке. Все, у нас лава уже пережарилась и вон она там внизу, ее гораздо меньше чем к коллстоуну, потому что, соответственно, плотность у них разная и все это, естественно, влияет на их объем. Теперь я должен первым делом, первым делом зачерпнуть немножечко нашей воды в ведро и, соответственно, зачерпнуть я хочу лаву в ведро. А все это я сделать хочу для того, чтобы сделать... Внимание! Уровень кислорода 95%. Сирена, уйди что ли ты вообще не к месту. Так, я говорил о том, что все это я сделать с лавой хочу для того, чтобы сделать бесконечный генератор булыжника. И мне нужно это сделать поскорее, потому что глиняные ведра не предназначены для того, чтобы хранить там лаву. И рано или поздно может произойти так, что просто у меня в это ведро расславится в руках. Соответственно, мне нужно это сделать максимально оперативно и быстрее. Булыжник есть, глаз у меня есть, мы уберем отсюда лаву и оперативно себе крафтим каблстоун генератор. Мы успешно справились с этой задачей, пока он у нас слабенький и никому не нужный. Но его вскоре можно будет проапгрейдить аж до изумрудного тира. И это, естественно, ускорит его выработку каблстоуну. Но я пока буду довольствоваться тем, что у меня есть и останусь на этом уровне генератора. И буду радоваться тому, что буквально наш каблстоун начинает генерироваться буквально из воздуха. Но это на то механика Майнкрафта, и не будем ей мешать, раз она такая нам позволяет. Весь добытый отсюда булыжник я смогу преобразовывать у нас в разные ценные материалы с помощью наших сит. А именно, я буду сейчас брать булыжник, 3 штучки для демонстрации мне хватит, перерабатывать его в гравий и уже гравий просеивать на наших ситах. Буду получать отсюда полезные материалы и ресурсы, включая тот же самый кремень, который необходим нам для следующего уровня сит, с помощью которых мы сможем получать более лучшие материалы из просеивания. Но прежде чем весь добываемый булыжник я буду бросать на производство вот этого самого улучшенного сита, я, пожалуй, сначала изготовлю себе необходимые начальные инструменты. В частности, я сделаю вот эти вот палочки, непалочки и каменные наголовья для инструментов. Ведь, наконец-то, у нас наступает каменная эра. Замечательно, уже 4 кремня мне досталось. Теперь я могу, наконец-то, хотя бы одно сито проапгрейдить. Для этого верстаки я пользуюсь вот таким вот незамысловатым крафтом. Выполняю, тем не менее, квест. Ну ладно. И помещаю это сито, уже кремниевое получается, более лучшего тира сюда. И с помощью него теперь я буду все просеивать. Из-за того, что у нас теперь сито не два, а одно, я буду делать это все гораздо-гораздо дольше. Но зато я буду получать больше драгоценных металлов. Уже, например, я начал получать золото. Но самый ценный для меня инструмент сейчас и ресурс будет, конечно же, железо. Я хотел бы посмотреть сразу, что нам нужно, получается, для того, чтобы сделать оксиген коллектор. Это единственный способ, как мне на Марсе получать кислород. Вот, получается, к этому блоку мы идем. Я сомневаюсь, что мы достигнем этого уровня в этой серии, но, тем не менее, он нам нужен. Нам нужна сталь. Сталь это компрессор. До электрического нам также далеко. Ну ладно. Получается, что дальше у нас идет? Алюминий. Алюминий у нас делается, получается, из песка. Хорошо. Оловы тоже делаются, как ни странно, из песка. И все остальное тоже, в принципе, делается легко. Сталь и олово, в принципе, нужны основные компоненты на это все. Что, в принципе, является достаточно легкими ресурсами, но до этого еще очень-очень далеко. Также нам в скором времени, я думаю, стоит задуматься о способе выработки энергии. Ведь, как ни странно, все это на бесконечном топливе работать у нас не будет. И пока ничего другого, кроме как ветряки из механизма, мне на ум не приходит. Только в чисто экономических целях, в плане экономии времени, решаю я скрафтить себе хэви-оксиев вместо вот этого обычного сита. Я понимаю то, что оно будет сжрать некое количество ресурсов. Кпд у этого сита будет гораздо меньше, но зато оно нехило экономит средства. И учитывая то, что ресурсы у нас все бесконечные, я могу себе это позволить. Для того, чтобы на нем просеивать недостаточно обычного гравия, его нужно скомпрессовать. И уже компрессованный получается гравий с чистой совестью, я могу сюда помещать и просеивать его. Причем даже очень успешно, учитывая то, что я получаю здесь и флинт, и все необходимое. Кстати, аосми мы уже в скором времени сможем получать. Нам для этого нужно лишь железное сито. Вот об этом ветряке, в принципе, я говорил. Здесь нужен оспий, немножечко микросхем и энергетические пластины, на которые нужно тоже золото и, в принципе, те же самые электрические микросхемы. Все это мы сможем сделать уже в очень скором времени. И опять-таки, с целью увеличения скорости производимых ресурсов, ведь, как ни странно, мы уже здесь находимся в опасной ситуации и скоро помрем, если не будем что-то делать. Нам нужно сделать тон-вант. Это такой прибор, который позволит нам в скором и ускоренном темпе выставлять весь камень, который здесь у меня хранится. И это, соответственно, ускорит его переработку в гравии и уже последующую его просейку. Кстати, у нас уже все железо, которое мы здесь одебили, пережарилось. И мы можем снова проапгрейдить, получается, сито. Тоже обкладываем, получается, шестью элементами и получаем железное сито, что позволит, естественно, нам получать огромнейшее просто количество всяких разных ресурсов. Мы уже уран получаем. Неплохо, неплохо. А вот тот самый осмей. А вот и первые алмазы. Но пока я их использовать нигде не буду и не могу, скорее не хочу. Ведь для меня сейчас главная приоритетная задача, наверное, будет. Это заиметь себе алмазное сито, для того, чтобы иметь возможность просеивать с максимальным КПД по ресурсам. За просеивку получается трех стаков гравия. В эквиваленте на блоке мы получили два алмаза и вот такое количество ресурсов. Больше всего мне нравится то, что мы получили большое количество золота. Но все равно остальных ресурсов как-то очень-очень мало и недостаточно, по-моему. Сейчас я предлагаю взять железо, которого очень-очень сильно не хватает. Обработать его на чембере, с очень маленьким КПД, конечно. И это все мне нужно для того, чтобы успеть проапгрейдить вот этот генератор до нового тира. И для того, чтобы получать булыжник, соответственно, гравий. И производимый из гравия ресурса гораздо-гораздо быстрее. Уже восемь железа у нас пережарилось. А это значит только одно. То, что теперь генератор, который у нас здесь генерирует необходимый нам камень, можно проапгрейдить до следующего тира. И сделать его теперь железным генератором булыжника. Ставим его сюда и получается он у нас генерирует булыжник гораздо-гораздо быстрее. Что, естественно, ускорит мой процесс выживания здесь и прохождения. Можно было бы, кстати, с вами попробовать сейчас скрафтить печку из кинкера констракта. Для того, чтобы пытаться все необходимое нам удваивать. Я думаю, что, в принципе, можно было бы попробовать, если у нас достаточное количество ресурса здесь наберется. Для того, чтобы скрафтить печку из кинкера, мне нужно будет очень сильно, очень сильно, я повторяюсь, опять-таки, заморочиться. Мне нужно будет хотя бы минимум по два стака каждого предмета. Под предметами я имею в виду гравий и песок. Это вот минимум, который необходим мне для этой печки. И поэтому я буду сейчас все вот это вот количество перерабатывать и производить необходимые мне ресурсики. Добавив изумруд буквально к стонхамеру. Изумруду, в принципе, мне сейчас ни для чего не понадобится. Я смогу его прочность увеличить на 100 практически единиц. Что, естественно, является большим плюсом. Я смогу большее количество ресурсов за раз перерабатывать. Алмаз мне очень сильно сюда, конечно, хочется добавить. Но порасти этого я сделать не могу. Взамен я трачу, конечно же, один модификатор. Но поверьте, ребят, это того будет стоить. Внимание! Уровень кислорода. 80%. Так, что мы имеем сейчас? У меня есть 16 даста, песка и гравия под два стака. Замечательно. Теперь мне нужны, получается, где мои ведра. А я куда-то ведра делал. Песа. Не мог я их выкинуть. Кто спер мои ведра, признавайтесь. Придется, наверное, новые крафтить. А все для того, чтобы перелить вот эту вот воду вот сюда вот в котел. И уже начать производить из даста, получается, наш клей. То бишь, глину, которая нам понадобится для постройки печки из тинкера. Железное ведро, наконец-то, я скрафтил. Никогда не думал, что ему я буду радоваться. Собираем воду отсюда. Поставляем ее сюда. И клеим и успешно отсюда забираем. И теперь мы это повторяем для получения необходимого количества ресурсов. 16 глины есть. Замечательно. Сейчас бы вспомнить по памяти, как крафтится. 16 граунта. Остались ресурсы. Я пущу их. Благое дело, не переживайте. Найду им применение. Это не беда. 16 граунта. Мало. Конечно же мало. Но за неимением лучшего. Это лучшее, что мы сейчас имеем. Я из Грута. Я получаю серед брики. Из серед бриков я смогу скрафтить пуситы. Всякие тейблы. И смелтери контроллеры. И с помощью этого я смогу себе построить нормальную печечку. И стинкер констракта, который позволит мне удваивать или утраивать даже ресурсы. Из железа, которое я сейчас есть, очень неоправданно. Я потрачу себе хоппер. Но поверьте, это все окупится сполна. Крафчу себе я бонсай пот. Крафчу себе я хоппин бонсай пот. Наверное, один из моих самых любимых модов. И его я пихаю куда только можно и нельзя. И делаем себе вот такую вот небольшую конструкцию. И чтобы все это у нас успешно работало, нам понадобится немножечко землицы. И немножечко саженцев. Землю мы помещаем опять-таки вот сюда вот в бонсай. То есть бонсай это такая небольшая вазочка импровизированная. И помещаем сюда саженец. Все. Теперь у нас будут здесь вот маленькие такие мини деревья расти. Вырастать до определенного возраста. Автоматически срубаться и все то, что срубится с дерева попадает в сундук. Кто-то бы сказал, что это очень читерно. Но я вам скажу, что нет, нифига. При вырастании этого дерева мы получаем около 10% обычного дерева, которое могло бы у нас здесь вырасти. Так что это просто штука, экономит время. Все, получили всего одно полено. За сколько? За полминуты. И одно яблоко. Все, мы можем забыть о выращивании деревьев в принципе. И все это за нас будет делать автоматика. Мне по-хорошему сейчас нужно начинать охотиться на эндерменов, но учитывая количество кислорода, которого у меня сейчас нет, любая моя вылазка может быть фатальной. И вот это вот все ресурсы, которые у меня сейчас есть, я предлагаю экономить, без лишней необходимости не рисковать и просто отсиживаться на базе. Знаете, что я даже, пожалуй, сделаю, раз количество булыжников, которые я накопил, аж такое гигантское количество, я скрафчу себе раскошелюсь. Даймонд мант. Неоправданно, согласен. Но зато посмотрите, что она позволяет делать и просто вот, это гораздо экономит мне время с той моей каменной палочкой, которую я использовал до этого. Теперь один стак, получается, компрессованного в граве я получаю. И все, получается, я встаю вот в такое вот небольшое АФК-состояние, при котором я буду вот так вот пытаться добыть себе необходимое количество ресурсов. Опа, здравствуйте. Шестой алмаз у нас уже подъехал. И тадам! Максимальное сито я его получаю и ставлю сюда. Ура! Теперь выпадать ресурсов будет мне гораздо больше. И будет, конечно же, проще использовать все эти ресурсы на благо. После переработки я получил вот такое вот количество, получается, вот этих вот пистичек руды и новую руду, которую я начал получать из гравия. Именно на алмазном сите это никель-ор. Я уже успел забрать немножко серед бриков. Так, получается, для печки обязательным является вот эта вот серед танк. Также будет обязательно вот эта вот серед фурнез контроллер. Получается, мне нужно еще парочку дрейнов сделать и парочку вот этих вот кейзин тейбл. Пока что одного хватит вообще за глаза мне. И остальные, получается, ресурсы я переделаю в серед брик. Я действительно надеюсь, что я ничего не забыл и все успешно у меня получится. Возможно, контроллер я использовал не тот, который необходим. Ну ладно. Дрейн мы разместили таким образом, чтобы вот это вот большое кольцо находилось у нас внутри печки. Получается, тейбл мы ставим под дрейн, как серед брики. Мы, конечно же, первым делом перерабатываем в краник, которого у нас нету, к сожалению. И все, теперь печка должна работать хотя бы в каком-то маломальском режиме. Печка завершена, но она не собрана как конструкция, по идее. Видимо, я не тот контроллер просто использовал. Так, теперь мы наконец-таки нормальный контроллер скрафтили. Ура! Смотри, контроллер у нас есть. Тыдыщ? Почему ты не собран? Только не говори, что тебе углы маленькие нужны. А! Все-таки вот эти вот серед брики под ними необходимы. Ладно. Не знал? Будем в курсе. Сейчас нужно нормально ее все-таки переделать. Используя, конечно же, те ресурсы, которые у нас есть. Пока что я могу построить только вот нечто подобное. Конечно, этого мало, но куда деваться. Это лучшее, что мы можем сейчас с вами придумать. И пока что финальный вариант печки будет выглядеть именно вот таким вот образом. Здесь я поставил, получается, хоппер на то, чтобы он все переработанные на ресурсы загружал в сундук. Этот хоппер будет, получается, у нас, за то, что сюда будет складироваться, помещать в непосредственно контроллер. Сейчас здесь у нас находится золотая руда, которая у нас достаточно большое количество накопилась. Но она не пережаривается, потому что ей достаточно холодно. А для того, чтобы ее разогреть, нам нужно какое-то горючее вещество. И им, пожалуй, будет у нас выступать лава, которую мне нужно будет по-хорошему сюда в автоматическом режиме запускать. Но этого мы сделать, к сожалению, не можем. А сможем мы это сделать непонятно еще когда. Теперь лаву я должен закинуть вот сюда. И все замечательно. По идее у нас пошла пережарка. Достаточно много у нас сейчас лавы будет сжираться. Зато это небольшой такой отопительный элемент для нашего персонажа, как бы ему сейчас слишком жарко не стало. Я что-то, кстати, не подумал, потому что она сейчас очень много кислорода будет сжирать. Ну ладно. Сейчас у нас, получается, в этой печке плодируется золото. И золото нам нужно сделать, получается, форму для выплавки металла. Для этого подойдет любой, получается, кирпич. В частности, этот. Сразу я сделаю себе две формочки, потому что две формочки мне понадобятся в дальнейшем. И все, получается, я начал выплавку. У нас коэффициент, при котором производится ресурс, идет один к двум. То есть один вот такой вот чанг, который мы получаем из четырех вот этих частичек. Это два золотых. Ну или любых других слитков. Сейчас для того, чтобы, получается, не было счастья, мне нужно немножечко редстоуна заполучить. А редстоун я хочу заполучить для того, чтобы иметь возможность выплавлять в автоматическом режиме. Ведь, как вы могли заметить, для того, чтобы эта печка сейчас автоматически все переплавляла, мне нужно постоянно прибегать и тыкать правой кнопкой мыши. А благодаря редстоуну это все будут делать автоматически за меня. Все-таки я нашел все силы и запихнул алмаз в наш камер. Ведь в ином варианте я бы никогда не смог бы добыть необходимое нам количество ресурсов. Ведь прочности инструментов здесь уходит очень-очень много. Я надобил себе вот такое количество дастов. Если я все правильно понимаю, редстоун я смогу получать как раз-таки на вот таком вот алмазном сите еще грани бесконечности. В принципе, они мне не так сильно нужны. Кстати, часть бесконечности я заполучил. Что это такое из Ender.io? Полезная штучка, используется много где. Пригодится, надеюсь. И временем у меня уже 29 штучек. Я думаю, этого хватит на какое-то время. И, наконец, таймер. Я успешно крафчу. Не сказать, что это было сложно как-то, но тем не менее. Так, мне, по-моему, вот так вот его надо было разместить. Ага, конечно же, не так. Не так. А, все работает, да? Все работает. Успешно у нас, получается, слитки плавятся. Задержка в 1.75 секунды идеально подходит для того, чтобы начинать все это переплавляться. Что, естественно, будет здесь делаться. Это практически в автоматическом режиме. И все это золото, которое у нас здесь хранится, будет успешно пережарено. Рано или поздно я в этом нисколечки не сомневаюсь. Но пока я думаю, что можно потихонечку на этом заканчиваться. Впереди нас ждет куча всего невероятно интересного. С каждым днем здесь выживать становится все сложнее и сложнее. Ресурсы, которые оставили нам те, кто нас здесь забыли, уже в скором времени подойдут к концу. А значит, в скором времени мы здесь выживаем, либо успешно умираем. Ну, а на этом пока что все. Всем спасибо, что смотрели. У микрофона был, как всегда, ваш покорный слог Амамору. Еще услышимся. Ну, а дальше только интересней.